Мы понимаем, что без изменения своего мировоззрения, восприятия мира, миропонимания, никакие практики и упражнения не дадут ожидаемых нами эффектов. Как поменять свое мировоззрение, другими словами, работать над изменением своей внутренней добродетели, или, как говорят еще, взращиванием добродетели, рассказывают многие, надеюсь, поговорим когда-то и мы. В этом видео продолжим разговор о четках. Из прошлого видео мы узнали, какие бывают четки и как с ними работают. В этом видео расскажем о том, как подготовить четки к работе. Рекомендация первая. Символизировать определенную буты, всегда надо с чистым руками. И прежде чем начинать начитывание мантры, мы ложим две ладони. Почему две ладони ложим? Правый – это символизирует ваджир, пятиконечный ваджир. Здесь как бы у нас находится солнце посередине ладони. Это символизирует лотос. Посередине находится луна. Между ними, когда мы ложим, это солнце символизирует метод луна мудрости. И когда вот так вот натираем, читаем, мы как бы благословляем эти четки. Так может делать каждый человек или так должен делать только лама? Так должен каждый человек делать, представлять именно, что это. Потом, когда мы начитываем, например, в основном как бы читают мантру есть такая мантра, которая увеличивает именно силу этих мантр. Но люди не все знают мантру. Ту, которую они знают мантру, и которую хотят начитать, надо именно ее один, семь раз можно читать и вдумать. Тогда как бы… Рекомендация вторая. Заряжается так, берутся четки, делается рам, ям, кам, как я это объясняю на первой ступени. И после этого делается так, человек произносит мантру омруце раманай праватая хум, делает это семь раз и дует. Таким образом они заряжаются. После этого читают мантру увеличения магии в четках, это оммара мара беманакарамахазавахум. Как это все можно запомнить? Наверное, вы замечали, что люди перебирают четки через разные пальцы. Бывает через этот, бывает через вот этот, бывает через вот этот. Как оказалось, все просто. Указательный палец – это работа с умиротворяющими богами, распространяющими, безымянной силой власть и мизинец – это гнев. Собственно, и все. Берем мантру, соответствующую данному состоянию, перебираем через соответствующий палец. К себе или от себя, это тоже понятно. То же мы хотим взять к себе, берем к себе, то, что хотим отдать от себя или куда-то удалить, берем от себя. Вот так.